Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. Едва ли не единственное, в чем действительно преуспела каждая империя, это уничтожение инакомысля. Советский Союз в этом плане был впереди планеты всей. Настоящая машина смерти, которая постоянно обновляла свои программы уничтожения и улучшала методы наказания. После смерти Сталина, на руках которого кровь десятков миллионов, к власти пришел Хрущев. Началась оттепель, людей уже не расстреливали пачками. Но не потому, что Москва стала добрее. Просто кровожадный монстр изобрел более изощренный способ воздействия на всех, кто сомневался в политике партии. Назывался он карательная психиатрия. По всему совку устроят специальные психиатрические лечебницы закрытого типа, медперсонал которых сотрудники КГБ. Кого назначали сумасшедшим и как там ломали даже самых стойких? Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Больничная койка вместо тюремных нарк. И галлюциногены как метод перевоспитания. Как действовала советская карательная психиатрия. И знаменитые украинцы, которые стали жертвами репрессивной медицины. Как им удалось сохранить здоровый рассудок? Добротное кирпичное здание образца 50-х годов. Решетки на окнах выдадут в нем исправительное заведение. Однако это не тюрьма, а всего лишь психиатрическая клиника в городе Днепропетровске, нынешнем Днепре. Но когда-то узники боялись ее больше тюрем НКВД, лагерей и пыточных. Что за страшные секреты-то или стены этой больницы? И почему люди готовы были скорее умереть, чем попасть в руки ее доктору? Расскажем далее. Недавно отстроенная корпуса МГУ и научные выставки на ВДНХ в Москве. Хрущевская оттепель золотой век науки. В ногу с ней идет и медицина. Однако в это же время психиатры СССР представляют миру такое открытие, которое шокирует иностранных коллег. Российская светила психиатрии. Андрей Владимирович Снежновский в советское время имел безупречную репутацию. И даже являлся членом Всемирной психиатрической ассоциации. Но в 69-м что-то пойдет не так. Он добровольно сломает себе карьеру, придумав несуществующий термин – белотекущая шизофрения. Откуда тут ноги растут? Психиатрам станет понятно практически сразу. Болезнь никто не признает всерьез. Снежневского даже исключат из ассоциации. Однако именно его трактовки станут основой для фундамента всей системы карательной психиатрии в СССР. Эта психиатрия, которая была использована в Советском Союзе, с целью украшения инакомыслящих. И очень часто в СССР применялось место тюрьмы и лагерей. То, что разработал Снежневский в институте имени Сербского, быстро взяли в оборот и оформили законодательно, объясняя, если ты не любишь социализм, значит ты сумасшедший. Те, кто думал по-другому, называли сумасшедшими и отправляли на принудительное лечение в психиатрические клиники. И это все действовало в связке с медицинскими нормами, которые базировались вроде как на исключительной заботе советского правительства о своих гражданах. И эта самая забота часто делала из здоровых людей, настоящих инвалидов, а из врачей молчаливых рабов системы. На марксизм-ленинизм вдвое больше было учебных часов у студентов-врачей. Не меньше 250. 25% всей программы это были именно политические науки. Таким образом, врачей воспитывали быть фанатичными в этой области. Его разрушенный домик в Буче сейчас сохранился, а только на фотографиях. Пришло известие, что прилетело. Прилетело туда вроде бы как 17 марта, и это было прямое попадание. В начале войны в дом основателя и директора музея шестидесятничества Николая Плохотнюка прилетела российская ракета. До этого на его воротах видели метку. Ведь украинский диссидент-шестидесятник Плохотнюк советской, а затем и российской власти был неудобен не только при жизни, а даже после смерти. Он являлся членом клуба творческой молодежи, увлекался литературой. Все это киевское талантливое сообщество были его друзья. Особенно имел дружеские отношения с Надеждой Светличной, Иваном Светличным и Вячеславом Черноволом. С диссидентским движением он участвовал в акциях протеста. Возлагал цветы к памятнику Шевченко в годовщину его смерти, когда это было строго запрещено. И не боялся защищать ранее осужденных друзей. То есть был власти, как кость в горле. Заарестован был 12 сичня 1972 года. Арестован был 12 января 1972 года, когда Плохотнюка направили в Институт Сербского в Москву. Там он отказался при всей той психиатрической комиссии разговаривать с ними по-русски. Он аргументировал свою принципиальную позицию тем, что ну вот вы хотите, чтобы я вам откровенно отвечал на ваши вопросы. Но как я могу говорить с вами откровенно на чужом мне языке? Вызовите переводчиков. Такие заявки на тот момент уже считались диагнозом. Диагноз первый, который ему записали, был острый. Острый психоз на почве русского языка. Такие абсурдные диагнозы ставили специальные комиссии, которые находились не только в Москве. Часто их назначали даже в регионах. Знаменитая Павловка. Киевская психиатрическая клиника. В систему советских спецбольниц она не входила. Однако эта самая система использовала ее по полной. Здесь проходил экспертизу Василий Стус. И говорят, очень переживал, чтобы его дело не оформили по этой линии. Стусу все же удалось избежать такой участи. А вот Плохотнюка отправляют в ту самую Днепропетровскую психиатрическую клинику. Одну из самых страшных среди десяти так называемых спецбольниц Союза. Это делают по приказу суда, а не врачей. Что из себя представляло лечение, там рассказывают уже психиатры. Практически та же тюрьма, только во много раз хуже. Это были те же решетки, это были те же изоляторы, это были те же одиночные камеры. Просто вместо каких-то физических издевательств применялись медикаменты. Применялись нейролептики. Здоровым психически людям кололись высокие дозы психиатрических препаратов. Одним из таких препаратов был знаменитый галлоперидол, которым действительно лечат людей. Однако его дозы значительно превышали обычное и кололись не короткое время, а, например, на протяжении года. Есть такое понятие, как нейролепсия. То есть это болезненное крайнее состояние, которое проявляется в слюнотечении, недержании мочи, системных судорогах, скручивания, выкручивания, спазмах, мускулатуры, причем начевая от шеи, челюсти, заканчивая всем телом. Это крайне мучительное состояние. Врачи будут колоть ему препараты беспрерывно, держа в состоянии полузабытия. Но, по словам самого Плохотнюка, он всеми силами даже так старался сохранять здоровый рассудок и просил не пускать к нему жену, чтобы она не видела его в этом состоянии. Киевский областной суд, который находился здесь, в здании нынешнего операционного, с 74 по 77 трижды отклонял выводы медицинских комиссий о том, что принудительное лечение Николая Плохотнюка нужно прекратить. В итоге советские судьи его так и не выпустят, а просто переведут в больницу общего типа. Ну и ось Днепропетровская психушка. Еще одним знаменитым пациентом Днепропетровской спецбольницы станет знаменитой украинец, тоже 60-ник, правозащитник Леонид Плющ. Здесь, в Институте кибернетики Академии наук УССР, Леонид Плющ работает инженером-математиком. В середине 60-х он сближается с диссидентами, встает автором материалов для самоздата и переводчиком их трудов. А уже через 8 лет потеряет эту престижную работу. Плющ станет членом инициативной группы защиты прав человека в Советском Союзе, когда эти самые права советская власть в принципе не воспринимала всерьез. Он активно защищает и пытается вытащить из тюрем политзаключенных, за что ему пришьют статью «Антисоветская пропаганда». Ему комиссия как раз и определит вялотекущую шизофрению. Когда спросили одного руководителя, который однозначно был высоким чином КГБ, что такое вялотекущая шизофрения. Но понимаете, это когда галлюцинаций нет, бреда нет, а шизофрения есть. От такой надуманной болезни Плюща будут лечить целых 4 года, пока за него не вступится Международный конгресс математиков, а в Париже не проведут акции с требованием освободить его, к которым присоединится даже местная компартия. После освобождения он эмигрирует, его признают здоровым. Но были в советской карательной медицине и печальные истории, когда она оставляла неизгладимый след на здоровье пострадавших. Совсем болезненное состояние у Юрия Вифташа. Он в Киеве сейчас живет. Это действительно сейчас психически больной человек. Он не был официально осужден. У него нет статуса политзаключенного. Писателя Юрия Вифташа отправили в больницу, не оформив. Из-за этого доказать, что он пострадал от репрессий государства, сейчас невозможно. Окончанием применения карательной медицины считается начало 80-х. Но правозащитники утверждают, она существовала буквально до распада Союза. В 91-м в Украину приедут представители Всемирной психиатрической ассоциации. Так выяснится, что из 60 пациентов, проходивших по политическим статьям, абсолютно все будут здоровы. Катерина Павловская. Исторические факты.